здравствуйте уважаемые подписчики этой серии наболело ученики которые ко мне ходят незнакомые с перспективой с овалами поэтому это упражнение необходимо просто всем я делаю сначала квадрат в которой буду вписывать окружность одну сторону сделала немного развернутых на другую под большим углом и надо сделать так чтобы сюда вписался квадрат круг возможно он не впишется но если это квадрат то окружность обязательно впишется поэтому сначала набрасываем проводим все оси горизонтальную вертикальную перспективные и вписываем сюда окружность следим чтобы левая половинка и правая половинка были симметричны вот горизонтальная ось так немного кривой но я потом исправлю вот я немножечко подправляю квадрат потому что вышел овал корректирую но в принципе все диагонали остаются на месте и центр тоже вот перспективные оси потом я достраиваю этот квадрат до параллелепипеда если вам удобно можно это делать при помощи цветных карандашей чтобы не запутаться в линиях маленький совет чтобы понимать насколько острая или тупая будет левая и правая часть можно вписывать сюда вот эти окружность по вертикали берем половинку и вписываем и вот эти вертикали поднимаем от всех от точек абсолютно от всех это и еще от середин сторон и чем дальше от линии горизонта тем эти поверхности будут более сжаты то есть скрыты от нас все центры будут на одной вертикали вот и серединной линии тоже будут проходить через центр в общем совпадение по всем точкам горизонтальная ось вертикальная общая горизонтальная у каждой окружности своя они должны быть именно горизонтальные так нынешний вал у меня кривой это я поправлю потом вот чтобы нарисовать какую-то композицию ко мне приходят ученики которым надо поступать с композиции и они не умеют рисовать овалы то есть цилиндры конусы это обязательно надо пройти вот эту стадию рисование чтобы быть на ты с овалом ну вот эти вот совсем не обязательно делать кружочки это вот первое время можно вот этим заниматься но на постоянной основе не надо просто я хочу сказать что чем ближе к горизонту тем радиус закругления слева и справа будет конечно же меньше но это вполне логично чем ближе тем ярче и вот самая последняя крышечка этого параллелепипеда она совсем мало развернута к нам но совпадение все те же подписывайтесь ставьте лайки всего хорошего до свидания